От цвета еды зависит ее вкус, так считают герои нашего нового челленджа. Но правда ли это? Давай узнаем вместе и сравним синие продукты с красными. Как же хочется поскорее снять крышку. Ух ты, клубника. Какого она необычного цвета? О нет, табаско. Я ненавижу острая. Посмотрите, тут целая бутылка. Не стесняйся, Джейн, открывай скорее. Уверена, до добра это не доведет. Похоже, я зря боялась. Все хорошо, можно с легкостью выпить целую бутылочку. Ничего страшного не случится. Не думала, что мне понравится табаско. Что происходит? Кажется, я взлетаю. Пока-пока, Джейн. Все-таки пить столько табаско было небезопасно. Я в космосе, верните меня обратно на Землю. Где я? Слава богу, все закончилось. Вот это да, ты совершила выход в невесомость. Класс. Теперь мне не мешало бы подкрепиться. Если ты не хочешь диниться, Энди, я сама достану себе еды. Не торопись, стой. Тебе обязательно нужно помыть руки. Сейчас я покажу тебе, сколько на них микробов и бактерий. Вот так, давай посмотрим сквозь лупу. Какой кошмар, ты была права. Не переживай, у меня есть мыло и вода. Сейчас мы все исправим. Вот, держи. Спасибо большое, Джейн. И что бы я без тебя делал? Ты настоящий друг. Мне стоит благодарна, Сенди. Я всегда готова помочь, особенно если это в моих интересах. Что ты наделала? Это был отвлекающий маневр. Теперь клубника моя. Наконец-то я могу поесть. Класс. Это очень вкусно. Ягода покрыта сладкой глазурью. О нет, мне срочно нужно вытереть пену и забрать свою клубнику. Можешь не торопиться, Энди. Я только вошла во вкус. Просто поверь мне на слово. Эта клубника лучшая. Я готова поднять крышку. Ух ты, и целая гора мармеладных глаз. Мне не терпится их попробовать. Какие они мягкие. Теперь посмотрим, что на моей тарелке. Меня сейчас вырвет эта вонючая рыба. Зачем же ты ее закрыл? Открывай. Кстати, по-моему, в клоше еще что-то осталось. Какой кошмар. Тут еще две вонючие рыбины. Думаю, нам пора перестать болтать. Давай лучше займемся делом. То есть поедим. Мой мармелад просто невероятный. Хочу добавки. И лучше удвоить порцию. Уверена, так будет намного вкуснее. Не думала, что мне так сильно понравится мармелад. Вот это аппетит. Ты съела все за считанные секунды. Не стоило так торопиться, я подавилась. Я тебе помогу. Спасибо, Энди. Я снова могу дышать. Теперь твоя очередь есть. Похоже, мне придется попробовать эту вонючую рыбу. Меня сейчас вырвет. Это отвратительно. Бедняга, Энди. На этот раз тебе крупно не повезло. Это еще мягко сказано. За что мне досталось сразу три отвратительных рыбины. Секундочку. Я придумал, как все исправить. Нужно взять взбитые сливки. Они преображают любое блюдо и отлично устраняют ужасное рыбное послевкусие. Супер. Я уже чувствую себя намного лучше. Теперь займемся рыбой. Нужно добавить еще кое-что. Кондитерскую посыпку. Скоро эта рыба будет выглядеть лучше, чем любой десерт. Вот так. Немного сверху посыплю. Отлично. Идеально ложится. Такую рыбку я не отказался бы попробовать. Вот это да. Желаю мне приятного аппетита, Джейн. Ой, смотри, а что это там? Пока Энди отвлекся, я должна попробовать его рыбку. Выглядит аппетитно. Фу, какая гадость. Вкус отвратительный. Вот, держи салфетку, она тебе сейчас пригодится. Ты специально все это подстроил, Энди? Подумаешь. Пришло время узнать, что нас ждет дальше. Это похоже на конфеты. Класс, наконец-то мне повезло. А мне, похоже, нет. Я не хочу есть кактус. Наверное, он очень колючий. Ну вот, я была права. Мой палец горит. Я укололась. Дурацкий кактус. Хватит смеяться, Энди. Ничего, я что-нибудь придумаю. Точно, нужно просто побрить мой кактус. Тогда он не будет колючим. Посмотрим, что из этого выйдет. Джейн, хватит, остановись. Зачем? Все получилось. Вот только колючки. Теперь у меня на лице. Идется их доставать. Какой кошмар. Это больно. Джейн, что ты делаешь? Собираюсь попробовать свой кактус. Надеюсь, без колючек он вкусный. Вполне неплохо. Даже лучше, чем я ожидала. Неужели тебе и правда нравится вкус кактуса? Да, я отлично подкрепилась. И теперь хочется чего-нибудь на десерт. Только не мои конфетки. Убери руки. Я сам прекрасно с ними справлюсь. Уверен, и вкус не подведет. Класс! Сверху глазурь, а внутри шоколад. Меня начинает это затягивать. Хочется конфет еще и еще. Думаешь, я вот так легко отступлюсь от своей цели? Как бы не так. С помощью этой трубочки я украду твои конфетки. Супер! Они и правда очень вкусные. Ты меня обманывал. Я хочу еще больше конфет. Что ты делаешь, Джейн? Ну как ты можешь? Ничего, сейчас я тебя проучу. Мне тоже понадобится трубочка. Но использовать я ее буду по-другому. Берегись, Джейн! Что происходит? Ты выстрелил в меня конфетой? Ты сама напросилась. Пришло время нанести ответный удар. Остановись, так нечестно. Ты стреляешь в меня моими же конфетами. Это война. Ой, кажется, мы немного перегнули палку. Открываем новые блюда. Это еще что такое? Синяя кукуруза? В любом случае, она лучше, чем гора острова перца Чили. Я точно не смогу все это съесть. А мне что делать? Давай просто поменяемся. Я точно найду применение кукурузе. Ну вот, не вышло. Я так надеялась обвести тебя вокруг пальца. Похоже, придется есть этот перец. Надо собраться с силами. Главное поверить в себя. Я набрала неплохой темп. Весь перец летит в меня, Джейн. Аккуратнее. Все, я закончила. Чувствую, что становится жарко. Ой, извини. Кажется, я икаю огнем. А что, если использовать это? Огонь мне сейчас не помешает. Что ты задумал, Энди? Зачем ты поставил свою кукурузу тут? Чтобы ты помогла приготовить мне попкорн. Кстати, все получилось. Осталось только попробовать. Класс, это очень вкусно. Я настоящий гений. Я рада за тебя, но что же делать мне? Я до сих пор икаю. Начинай, Энди. Лучше ты. Ну хорошо. Супер. Ты только посмотри, Кит-Кат. Обожаю этот батончик. А у меня пончики. Похоже, нам повезло. Мне не терпится попробовать. Ух ты, красный шоколад. Такого я еще не видела. Джейн, ты кинула в меня обертку. Извини, это вышло случайно. О нет, я сломала вилку. Кошмар. Ничего, я все равно разделаюсь со своим батончиком. Какой он твердый. Никак не могу разрезать. Мой шоколад кинет царапины. Что за чертовщина? Ну вот, я разрезала тарелку. Сегодня точно не мой день. Все идет наперекосяк. Ладно, мне не нужны приборы и тарелка. Я буду просто кусать. Отлично, наконец-то я его попробовала. Жаль, что Кит-Кат так быстро закончился. А у меня разыгрался аппетит. Убери руки от моих пончиков. Ты свою еду уже съела. Теперь пришла моя очередь. Класс, как же это вкусно. Пончики такие мягкие, что мне точно не нужны наши вилки. Я прекрасно справлюсь и без них. Энди, у тебя очень много пончиков. Поделись со мной хотя бы одним. Не хочешь? Ну ничего, я что-нибудь придумаю. Иди сюда, малыш, ты должен мне помочь. Садись, тут тебе будет удобно. Угощайся, если хочешь. Мне срочно нужна добавка. Странно, это совсем не похоже на пончик. Мышь, помогите тут мышь! Я знала, что мой план сработает. Энди такой трос. Теперь я могу забрать себе все пончики. Класс, они и правда очень вкусные. Малыш, спасибо тебе большое. Без тебя у меня ничего не вышло бы. Кстати, я оставила тебе пончик. Давай снимем эти крышки прямо сейчас. Это еще что такое? Похоже на большой шприц. Понятия не имею, что с ним делать. Мамочки, это же черви. Фу, они живые. Ты, по крайней мере, поняла, что это. Придется разобраться и мне. Есть идея. Представим, что я врач и сам назначаю себе лечение. А это мое вкусное лекарство. Класс, похоже на сливочный крем. Я готов лечиться им целую вечность. Я тоже не отказалась бы попробовать. Эй, Энди, у меня что-то горло заболело. Может, поможешь? Думаю, тебя вылечит это. Сейчас все будет, не переживай. Аминь. Нужно только как следует подготовиться к процедуре. Ну вот, открывай рот. Ммм, как вкусно. Сразу стало легче. Ты настоящий врач, Энди. Но чувство, я вылечилась не до конца. Что ж, тогда продолжим лечение. Класс, спасибо. Что бы я без тебя делала? Джин, кажется, ты меня обманываешь. Отдай сюда лекарство. Я лучше знаю, болею я или нет. Мне нужна вся доза для полного выздоровления. Я понял, ты просто меня обманула. Давай ешь своих червей. Я совсем не голодна. Но ты ведь все равно меня заставишь. Никогда не видела ничего более отвратительного. Нужно поскорее с этим покончить. Нет, извини, не могу. Зато я кое-что придумала. Мне нужен шоколадный фонтан. Включаю на полную мощность. Он работает супер. Теперь наберу побольше шоколада. Для этого мне понадобится половник. Получилось. Осталось только залить червей. Уверена, теперь они стали намного вкуснее. Заморожу и попробую немного позже. Должны получиться шоколадные конфеты. Проверим, как обстоят дела. Выглядит очень аппетитно. Я и забыла о том, что внутри черви. Надеюсь, я не зря потратила столько времени. Да, это вкусно. Шоколадные червячки – это одно из моих любимых блюд. Я готова съесть всю чашку. Как здорово ты придумала. Открывай сначала ты. Думаю, нам лучше снять крышки вместе. Класс, голубая кока-кола. Такого я еще никогда не пробовал. Кусок сырого мяса с табаско? Это выглядит отвратительно. О, мясо скриское и холодное. Очень неприятно к нему прикасаться. А зачем тут табаско? Лучше посмотри, что у меня. Мне плевать, потому что я должна съесть сырое мясо. Оно такое жесткое, я даже откусить не могу. Нужно что-то придумать. Поняла? Сначала я должна выпить табаско. Этот огненный соус поможет поджарить мясо. Главное, самой не сгореть в процессе. Ну вот, осталось дождаться эффекта. Это был очень смелый шаг, аккуратнее. Джейн, ты дышишь огнем прямо на меня. Получается, нужно поджарить мясо. Какой аппетитный ты. Похоже, мой план сработал. От такого мяса я не откажусь. Теперь его можно откусить и прожевать. Это достаточно вкусно. Я съем все до конца. А могла бы меня угостить. Но если не хочешь, то я займусь своей колой. Уверен, ее вкус меня не подведет. Классно, очень освежает. Ой, извините, газы. Продолжим. И почему я прежде не пробовал синюю колу? После мяса так хочется пить. Энди, разреши мне сделать глоточек. Я знала, что ты не согласишься, поэтому придумала запасной вариант. Смотри, что там. Он в очередной раз купился. Надо воспользоваться моментом и вставить соломинку в бутылку. Что происходит? Что ты творишь, Джейн? Отдай соломинку. Сейчас я ее взломаю, больше ты никогда не сможешь ее использовать. Я всего лишь немного попробовала. Ничего, это еще не конец. У меня есть еще один запасной план. Супер, чувствую себя просто прекрасно. Посмотрим, что ты теперь скажешь. Что происходит? Почему моя бутылка так трясется? О, нет! Голох лещет прямо мне в лицо. Помогите! Остановите это безумие! Ты сам виноват. Это ты все подстроила, Джейн. Из-за тебя у меня почти не осталось газировки. Красное или синее решать тебе. А мы на этом прощаемся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok